Здравствуйте, уважаемые родители! В этом видео я расскажу вам подробнее о том, как работать с аудиозаписями, которые являются приложением к нашему учебнику Величагиной. Я вам расскажу о своем видении, как я себе это представляю, и опираюсь на тот опыт, который был у меня в свое время при изучении языка. Именно так я в свое время учил иностранный язык, английский язык, благодаря помощи моих родителей. И в том числе то, что я рассказываю, будет опираться на опыте, который я уже получил за много лет работы со своими учениками. Итак, типичное задание, которое дают учителя в школе – прослушать аудиозаписи. Давайте посмотрим, как обычно это происходит. Что еще помимо прослушать аудиозаписи говорят нам учителя. Итак, слушать, повторять, учить слова и фразы. И вот здесь вот начинается самое интересное. Что касается слушать, здесь все понятно, потому что есть аудиоприложение к учебнику, есть аудиозаписи. Скорее всего, при помощи родителей они включаются. И если ребенок хотя бы дошел до того, что он слушает эти аудиозаписи, уже хорошо, уже есть какой-то результат, есть какое-то стремление. Другое дело, что многие даже до этого и не доходят, и не слушают аудиозаписи. Но, допустим, у нас ответственный ученик, ответственный ребенок, который слушает, и родители ему помогают в том числе включать эти аудиозаписи. Итак, запускаем аудиозапись, слушаем ее и стараемся повторить. Вот на втором пункте спотыкаемся второй раз. Потому что повторить за диктором получается не у всех. Здесь, опять же, ответственные родители находят тексты к этим аудиозаписям, которые помогают детям, или, наверное, точнее сказать, родителям, помочь детям повторить ту или иную фразу. Потому что повторять просто, не понимая, что там говорят, практически нереально. То есть, это было бы реально, если бы ребенка чисто гипотетически представить, что он будет повторять, слышать, слушать и слышать эту фразу огромное количество часов. Да, там это задание, огромное количество часов. Но наша реальность, вы знаете, такова, что у нас отведено 45 минут на выполнение домашнего задания. И выполнить за 45 минут или там за час даже, да, такое задание невозможно, чтобы просто что-то услышать и что-то запомнить. Итак, безусловно, нам на помощь приходят тексты к этому заданию, к этой аудиозаписи. И дальше третий пункт, учить слова и фразы. И вот тут вот вопрос, а как же учить эти слова и фразы? Мы сейчас не будем подробно, я, может быть, буду упоминать про свой курс, который как раз-таки настроен на то, чтобы предоставить детям инструменты для того, чтобы правильно и легко, с технической, в первую даже очередь, с технического момента, да, повторять и отрабатывать любые задания, которые связаны с аудированием и с изучением фраз. Но мы в общем рассмотрим, да, что же надо сделать для того, чтобы запомнить слова, фразы, выражения, предложения, конструкции и так далее. Итак, первое, что я советую, это убедиться в том, что ребенок понимает значение того, что он слышит на аудиозаписи. Для этого никуда не денемся, мы должны перевести с английского на русский. Мы сейчас не будем рассматривать все эти новомодные способы изучения языка без использования, без опоры на русский. Это все хорошо, это где-то работает. Но у нас сейчас с вами совершенно земная такая задача. Нам надо выучить аудиозапись, и надо ее завтра будет за нее, завтра по ней контрольный или по ней надо отвечать. То есть у нас вполне реальная картина, которую надо осознавать, да. То есть все, что касается ой, это неэффективно, без опоры на русский язык, это все не сюда. Мы с вами в реальной ситуации. Мы с вами должны помочь детям изучить тот материал, который им задали в школе по конкретному вполне учебнику. Итак, первое. Мы с вами переводим на русский язык. В случае, если рассматривать мой курс, то в моем курсе все фразы из аудиозаписи, они все имеют перевод. Дальше. В немаловажном, поскольку у нас происходит параллельное изучение и письма, и чтения, и говорения, то не лишним будет добиться и убедиться в том, что ребенок в состоянии прочитать те фразы, которые он слышит. То есть, если он их может, да, здесь есть нюансы, мы подключаем зрительную память, немножко снижаем эффективность нашего восприятия на слух, но практика показывает, что это вполне компенсируется более глубокой проработкой материала, более качественным изучением материала. Итак, перевели с английского на русский, убедились, что ребенок понял значение всех слов, которые он услышал. Дальше. Помогли ему прочитать эти фразы. Может быть, у вас распечатаны тексты к этим аудиозаписям. Те участники моего курса, у которых есть доступ к интерактивным карточкам, соответственно, они могут это сразу делать в режиме прослушивания и одновременно. И читать, то есть услышали, прочитали, услышали, прочитали. Потом закрыли глаза, не смотрим на текст, пробуем просто повторить, как вариант. Итак, читать можем. Значение того, что мы читаем и слышим, мы знаем. Дальше интересный пункт – это возможность перевести с русского на английский. Мы с вами не то, чтобы учим детей, тренируем их на то, чтобы они стали переводчиком. Нет. Нам здесь русский язык в качестве опоры нужен для того, чтобы убедиться, проконтролировать, что ребенок запомнил те или иные фразы и выражения. Кстати, в качестве компенсации вот такой работы с зрительной памятью, и чтобы зрительную память направить в нужное русло, в моем курсе также в интерактивных карточках есть для большинства карточек иллюстрации. То есть каждая фраза из аудиозаписи, каждая фраза из какого-нибудь текста, она, как правило, иллюстрируемая для того, чтобы ребенок отвлекался все-таки от текста. Я за то, чтобы мы больше воспринимали на слух и меньше смотрели в текст. Но в данном случае текст нам лишь помогает, он выполняет роль опоры. Благодаря этой опорой мы контролируем усвоение материала. Дальше. Значит, мы с вами пробуем с ребенком перевести фразу с русского на английский. В моем случае, в моем курсе все фразы, они уже переведены. Они переведены, кстати, достаточно дословно. Там не литературный перевод. Для того, чтобы ребенку было проще воспроизвести структуру языка, то, как англичане, то, как англоязычные люди в своей голове выстраивают фразу. То есть я на данном этапе стараюсь как можно больше следовать структуре английского языка, переводя дословно. Чего, конечно, вы не увидите ни в одном учебнике, потому что ни один учебник не будет переводить дословно. Потому что это считается некрасиво. Мы же идем на этот шаг для того, чтобы облегчить задачу для наших детей. То есть с русского на английский, если мы в состоянии перевести, если ребенок в состоянии перевести, то, соответственно, это как первый маячок. Ага, слова запомнил. Выстраивает структуру предложения. Он научился, и он тем самым одновременно говорит уже сам, говорит сам, не опираясь на английский текст. То есть это хороший очень маркер освоения материала. Это возможность перевести с русского на английский. Дальше. То, что опять же сложно реализовать в нашей каждодневной такой практике, каждодневной жизни, да, в жизни. Это повторить тот материал, который мы изучили. Важность этого момента настолько велика, что мы... Она просто шокирует порою, да. То есть мы даем ребенку текст. Очень сложный текст. Реально, очень сложный текст. Ну, а на следующий день мы, проработав по всем этапам, которые я сейчас описал, мы понимаем, что ребенку безумно сложно дается этот текст. Но на следующий день мы возвращаемся к этому тексту с ребенком и видим, как он читает его, в состоянии повторить, как он реагирует на вопросы, отвечает на эти вопросы. То есть информация в голове осела, она закрепилась. И вот это вот повторение, оно очень важно. Очень важно. Именно все наши неуспехи, неуспехи наших детей, если таковые есть, они связаны с тем, что ребенку задают в школе на следующий день. И когда... Ну, как-то он выучил. Но повторить этот материал на следующий день удается не каждому, потому что на следующий день зададут еще. И здесь только благодаря тому, что учебник выстроен наш таким образом, что информация там постоянно повторяется, вот этот момент хоть как-то компенсирует. Но если представить, что мы бы растянули во времени изучения нашего учебника, убрали бы оттуда все контрольные подготовки, контрольным работам написания тестов и так далее, но обеспечили бы повторение материала, именно повторение, а не контроль и срез знаний, а повторение, то мы бы добились гораздо больших успехов. Но, к сожалению, нам это не всегда... Не всем учителям в школе это удается, в условиях той нагрузки, которая диктуется сверху. Итак, повторить на следующий день. Да, как вообще ощутить эффект, чтобы вы не просто сейчас это воспринимали, как какие-то общие слова, чтобы вы сами поняли важность и значимость вот этого пункта. Попробуйте с ребенком, если у вас, допустим, английский, в понедельник, в пятницу, сделайте то домашнее задание, которое вам задали на понедельнике. Наберите сил, да, понятно, в пятницу всем хочется отдыхать, наберите сил, сделайте там, не знаю, разберите этот текст, в конце концов, да, который вот вам задали, или ту лексику, которую задали выучить. Разберите ее по всем вышеописанным пунктам, на следующий день повторите, вечером, вечером, да, пусть сутки пройдут. И на третий день еще раз повторите, тогда вы увидите вообще просто магию изучения, да, магию, как это происходит, да, что, казалось бы, в пятницу ни тыр, ни пыр, ничего сказать не мог, а в воскресенье вечером он уже свободно на выдохе читает все эти фразы, реагирует на все ваши вопросы. Это волшебство, я это не раз доказывал, проверял. Это удивительным образом работает, удивительным образом. Как вариант, если мы понимаем, да, что, ну, одним днем, одним домашним заданием жизнь неисправит, да, получается, с пятницы на понедельник у нас это одно задание, а еще остальные у нас тоже в течение недели, здесь выход только один, да, если мы хотим получить таких вот результатов с учетом повторения, это проходить материал наперед. То есть мы проходим наперед, если мы видим, что впереди ожидается какой-то текст, мы проходим его, разбираем по всем вышеописанным пунктам, там, аудиозапись, да, в данном случае мы говорим про аудиозапись, разбираем эту аудиозапись всю, по полочкам, как я описал, и дальше, соответственно, мы на следующий день, ну, как-то пытаемся, допустим, все-таки найти время, чтобы быстренько еще раз повторить, может быть, один раз прослушать даже достаточно будет, может быть, один раз прослушать, один раз прочитать, и, ну, вообще это будет просто супер здорово, если мы еще сможем с русского на английский один раз на следующий день повторить. Но, когда этот текст зададут, вот эту аудиозапись зададут нам на следующее занятие, на следующее, в качестве домашнего уже задания в школе, то мы увидим магию вот эту, да, что уже на третий раз, когда ребенок уже готовится к домашнему заданию, уже в рамках школьной программы, он, ему это дается материал очень и очень легко, да, то есть все осело, и вы увидите, как независимо от того, способный ребенок, неспособный ребенок, есть у него расположение, нет, просто обеспечение вот этой регулярности дает абсолютно проверенный вот такой вот результат. Ну и, соответственно, вы не забывайте, что еще будет в школе урок, да, и в школе на уроке ребенок, соответственно, уже четвертый раз повторит и уже продемонстрирует свои знания, да, для него это тоже является дополнительной практикой, безусловно. Дальше, что я отношу еще к дополнительной проработке материала? В данном случае мы говорим с вами об аудиозаписях, в которых в любом случае есть какие-то предложения, какая-то мысль, помимо вводимой лексики, помимо вводимых фраз, у нас еще есть целые предложения. Так вот, с этими предложениями очень хорошо поработать дополнительно, как это делается? Мы каждому предложению задаем вопрос и каждому предложению мы составляем отрицательное предложение. То есть надо взять за правило, безусловно, здесь нужны знания со стороны родителей, да, или если там, допустим, они занимаются с репетиторами, то вы можете, соответственно, попросить, чтобы такое упражнение тоже с ними дополнительно отрабатывали. Я со своими учениками это просто за правило. Есть предложения, делаем вопрос, делаем отрицание. Все. Так и прорабатываем любое предложение. Итак, то есть вот этот инструмент по работе с вопросами и с отрицаниями, он очень эффективный. Он помогает здесь уже подключить какие-то коммуникативные навыки, навыки, развивает эти навыки, и он уже рушит, вот с самого начала рушит какой-либо страх перед вопросами, перед общениями, и вот уже начинает с самого начального этапа рушить вот этот барьер, с которым сталкиваются многие уже потом, когда уже набрали много лексики, набрали много правил, а сказать и отреагировать на вопрос не могут. Так вот здесь вот надо сразу, тихонечко, тихонечко, когда дети понимают, что они еще мало чего знают, что им простительная ошибка, когда они не боятся сделать ошибку, пользуемся этим моментом. Создаем им вопросы, просим их составить отрицание, регулярно работаем в таком режиме. Есть предложение, значит его надо обработать, как я говорю, плюсик, минус и вопрос. Дальше, глядя на русский перевод, написать предложение на английском. Ну это вообще высший пилотаж, если мы хотим добиться там, чтобы наш ребенок дальнейшим там участвовал в каких-то олимпиадах, чтобы он изначально грамотно писал, чтобы у него было все хорошо со спеллингом, то есть с правописанием, то, соответственно, мы можем включить этот режим в том числе. Но опять же, это для очень ответственных и очень мотивированных детей, потому что, как правило, конечно, до этого не доходим, потому что просто даже времени не хватает. Если единственное, что вы идете наперед, то вот это вот повторение финальное, оно может сопровождаться вот таким повторением, в том числе и письмом. В любом случае, если даже до этого пункта вы не доходите, то постоянное подключение на всех предыдущих этапах в зрительной памяти позволяет нам все-таки и запомнить написание тех или иных слов. И важный момент, который касается всех этих пунктов, это регулярно, это много-много слушать, безусловно, и повторять на всех этапах. Здесь уже могут быть какие-то технические сложности у родителей, которые самостоятельно занимаются с детьми, если у них нет курса моего, то им надо будет каким-то образом перематывать аудиозапись несколько раз. Кстати, есть аудиоредакторы, которые позволяют это делать, то есть отдельные отрезки включать неограниченное количество раз. Либо, соответственно, те, кто пользуется моим курсом, они знают, что каждая карточка может быть озвучена столько раз, сколько нам самим захочется. То есть сколько раз мы на нее кликнули, столько раз она прозвучала. То есть, если мы переводим с английского на русский, прослушаем эту фразу, а потом ее параллельно и переведем. Если мы переводим с русского на английский, то обязательно, когда мы проверяем правильность своего перевода, перевернули с русского на английский, или там на тетрадке у нас это написано, то обязательно прослушали правильное произношение этой фразы. Если мы, допустим, на следующий день повторяем, да, опять же, прослушиваем все эти фразы Вообще я сторонник правила, да, это прослушивать каждую фразу 7 раз, минимум 7 раз Вот, как это вы сделаете, это уже отдельный вопрос, да, я в своем курсе технически эту сторону реализовал, да Другое дело, что захочет ребенок на начальном этапе, как правило, я сталкивался с такой ситуацией, что ребенок изначально, он как бы отвергает от себя, да Язык, как бы это для него чужеродно, поэтому он старается вообще, он не хочет повторять, не хочет повторять Здесь уже сами смотрите, если получается, да, его как-то замотивировать, чтобы он все-таки повторял многократно, здорово Не получается, может быть, не надо сильно наседать на него, да, подождите, попробуйте это как-то, ну, чаще все-таки слушать, да, чтобы он там, может быть, пусть меньше повторяет Но всегда держите в голове, что если ваш ребенок будет каждую фразу повторять по 7 раз, то, соответственно, он добьется наилучших результатов И всегда, да, даже когда мы пишем, написали, смотрим на русскую сторону, написали на английском, переворачиваем, проверяем, как мы правильно написали Но тут же на этом этапе еще дополнительно и прослушиваем фразу, чтобы быть уверенным, что мы не только правильно ее умеем писать, да, но и в том числе правильно умеем ее произносить Все составляющие этого предложения Но что касается грамматического разбора той или иной структуры, это, соответственно, тоже уже отдельная тема, которая в большинстве случаев дается либо в школе преподавателями Либо она дополнительно разбирается с репетиторами, либо с родителями, которые знают структуру и грамматику английского языка Но даже без всего этого мы должны обеспечить детям выполнение домашнего задания в рамках вот этих всех описанных выше этапов До встречи в следующем видео, где я расскажу уже о том, как работать с текстами, которые даются в домашнем задании в качестве задания для самостоятельного прочтения Всего доброго, успехов вам и вашим детям!